всем привет сегодня будем зашивать инсталляцию это один из самых простых вариантов то есть вверх до стены и плоскость от стены до стены вверх по минималке чтобы лист лег на железо поэтому мы сейчас с лазером пробьем край железа на стену для периметра и по продолжению инсталляции вычислим куда приходит профиль слева и справа очень легкая здесь разметка и подготовка например вот у нас лазер луч режется по верхней железяки на инсталляции и мы его просто отрисовываем по стене так с этим все можно его выключать тут у нас одинарные отметки вертикальные продолжение профиля здесь тоже самое посередине и внизу с этой стороны вверх середина низ сразу можно и запчасти нарезать для фиксации профиля используем пластиковый дюбель 6 на 40 с бортиком основной периметр у нас есть остался тот что на полу но моего присверливать не будем потому что здесь трубы везде его можно просто вставить в настенный периметр справа прикрутить к ножкам инсталляции в двух местах и в периметр слева тоже вставляется чтобы вот эту толщину на ножках компенсировать вот здесь ступеньку мы профиль подрежем и скрутим в два раза у нас останется целая только лицевая часть прислоняем его отмечаем где надрезать и ножницами проходим бортик задний и донышко так выглядит надрезы а вот так они уже скручены в том положении как они должны быть то есть вот этот пакет металла уже имеет тройную толщину плюс рельеф вот здесь и как раз за счет этой толщины он становится вровень ложась на нижнюю часть становится вровень с верхней готовый нижний периметр прикручивать саморезы дело нехитрое поэтому для экономии времени этот процесс я не показываю что и так все понятно железо по кругу у нас есть нужно поставить углы вот здесь по воздуху продолжение рамы инсталляции горизонтально потому что гипсокартон нужно прикручивать куда-то сверху сбоку рама у нас из профильной трубы вот тут отверстие поэтому мы не можем поставить профиль вот здесь закрепить его и потом уйти вправо например можем подняться снизу и согнуть его сюда горизонтально вот у нас уже есть одна деталь для левой стороны вот так он устанавливается здесь крутим в ножку инсталляции так чтобы все было вровень и смотрим за тем чтобы сверху тоже все было вровень а потом прихватываем левый край главное здесь чтобы все в плоскости совмещать профиль и плоскости лучше всего через что-то ровное например кусок цд-шки рейку или уровень самый удобный способ это уровень с магнитами как у нас то есть магниты лепятся до инсталляции а профиль мы подгоняем под плоскость уровня и вкручиваем изнутри два самореза по металлу один снизу другой сверху контролировать нужно не только вот эту плоскость сверху но и сбоку вот так ну здесь у нас все прекрасно потом закручиваем с торца два самореза чтобы каждая сторона профиля держалась за металл в общем полка у нас готова теперь можно ее зашить гипсокартоном и от нее уже посмотрим куда нам двигаться дальше зашиваться снизу или сделать в первую очередь нишу нишу мы пока не рассчитывали никак потому что не было решения по ней будет ли она утопленная или будет она вровень со стеной сейчас нам уже сказали что делать она будет вровень со стеной поэтому после полки вот этой мы закрутим наверх гипсокартон то же самое разметим периметр профиля прикрутим перемычки горизонтальные и закроем эту трубу но пока прикручиваем гипсокартон на горизонтальную полку инсталляции итак полка из гипсокартона у нас прикручена и теперь по ней можно сделать разметку для того чтобы зашить вот эту вертикальную нишу но дело в том что продолжение стены мы можем делать только в случае когда у нас есть правильная геометрия то есть штукатурка по маякам слева и справа она у нас есть а вентиляционная шахта это просто цементная первоначальная штукатурка чисто перемазанный камень геометрии здесь нет поэтому у нас идет не продолжение стены а 90 градусов к штукатуренным стенам поэтому разметка наша выглядит вот так эта линия показывает нам параллельность инсталляции то есть вот здесь у нас 90 градусов вот угол от этой линии мы смещаемся внутрь на 25 миллиметров это два слоя гипсокартона по 12 с половиной вот делаем отметку одну делаем отметку вторую через эти две отметки мы с помощью оси построителя поднимаем две линии наверх ставим лазер на внешнюю линию и делаем отметки со смещением от нее внутрь на 25 миллиметров тут достаточно несколько отметок отметки делаются по двум сторонам и справа и слева тут изнутри по этим отметкам прикручиваем направляющие профиля это наш периметр для вертикальной ниши как видите внизу профиль есть горизонтальный а вверху нет потому что он там не нужен стены у нас сделаны из пеноблока поэтому в них можно закручивать саморезы то есть сверлиться здесь необязательно главное эти саморезы не прокручивать просто плотненько притянуть и все тут не видно но то же самое в общем теперь нужно поставить горизонтальные перемычки причем так чтобы они были в распор это можно сделать саморезами или вырезать перемычку на пару миллиметров длиннее чем надо и забить ее в направляющие мы будем саморезами распирать делаем разметку снизу вверх через 40 сантиметров и вставляем туда cd зафиксировать перемычку в распор означает закручивать саморезы не просто прямо а под наклоном так чтобы при его развороте в конце профиля периметра дополнительно прижимались бы к стене то есть вот в нашем случае мы уже закрепили один саморез 2 нужно вкрутить мы его вкручиваем него так а под 45 градусов и в конце он толкнет профиль к стене вот этот внешний примерно вот так смотрите на вот эту линию или на прилегание профиля к стене когда мы будем дотягивать саморез то есть заметно было то же самое делаем с другими вилочками итак каркас у нас готов полностью можно его обшиваться как он в два слоя одна сторона у нас прилегает хорошо по ровному по штукатурке вот здесь а вот эту придется немножечко подрезать так же как мы подрезали профиль для того чтобы он лучше прилегал к стене если первый слой нам пришлось нормально так подрезать с кучей мусора то второй практически на всем своем протяжении выходит в воздух и его можно прикручивать как есть прикрутили второй слой как видите на втором слое саморезов больше чем на первом ниша с трубой закрыта и можно не опасаться что что-то упадет за инсталляцию можно обшивать ее переднюю часть тут есть небольшой минус в размерах этой инсталляции дело в том что она выше чем метр двадцать мы обычно ставим первый слой разделенные на две части для того чтобы было удобно подгонять множество отверстий а второй слой у нас идет целый так вот целый здесь не поставить никак потому что его по высоте не хватает в длину а если ставить его метр двадцать от стены то есть стоя то нужно добавлять кусок уже к стене стыковка будет заводскими краями мы ее наверное эту стыковку сделаем на профилях но не на продольном вот так а на поперечных вот здесь поставим несколько перемычек из cd шек и у нас будет стыковка вертикальная поперед профилей но заводскими краями это перемычки из cd шек на закладных из профиля уд из направляющего профиля отметки где у нас находятся ножки и по высоте две перекладины размещаем гипсокартон вырезаем отверстие вырезали отверстие все подогнали и прикручиваем первый лист по металлу обычному по направляющим профилям и по cd шкам саморезы идут стандартные 25 для одного слоя 35 для второго а вот по металлу самой инсталляции идут другие саморезы они тоже для гипсокартона но с кончиком как у саморезов по металлу то есть вот у них конусная шляпка резьба чуть более частая чем у 25 саморезов и кончик по металлу чтобы просверливать толстое железо до двух миллиметров такие саморезы тоже бывают разной длины для одного слоя 25 25 миллиметров для двух 35 миллиметров вот по резьбе можно посмотреть как они отличаются нижняя половина первого слоя это верхняя первый слой у нас зашит полностью теперь нужно подогнать второй слой второй слой по периметру там где у нас обычные профиля закручиваем стандартными 35 саморезами для гипсокартона потом отмечаем где у нас находятся ножки и перекладины самой инсталляции и там закручиваемся уже саморезами 35 для гипсокартона с буром докрутили весь гипсокартон и установили заглушки на этом обшивка инсталляции заканчивается обшивка инсталляции и ниши для стойка ничего сложного тут нет очень простая конструкция поэтому достаточно сделать все ровно и аккуратно на этом всем спасибо за внимание и до новых встреч и